Эй-хей, эй-эй, вы наверное соскучились по яйцу, ребята, по бездонатному аккаунту, то вы пришли по адресу, лепим свой княжеский лайк, вы на канале Князь, меня зовут Саша, про пельмени, не забываем, это очень важно, и пишем в комментариях, что вы сейчас кушаете, видео выйдет поздно, потому что я заболел какой-то прекрастинацией именно сегодня, ну вообще зачастую эта болезнь часто меня... Опа, так и знал, что это все надо сделать на видосе, зачастую часто меня прекрастинация преследует, но вот сегодня как-то это особенно, потому видео выйдет достаточно в позднее время, а вечером я вас приглашаю на стрим по битве замков, скорее всего будет стрим по БЗ, и там мы будем наводить порядок на моем основном аккаунте, и наверное сходим в древние испытания, посмотрим что там вообще происходит. Ладно, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас интересная тема для разговора, во-первых, во-первых, друзья, что мы сделаем? Мы откроем какие-то ништяки, честно скажу, их не так много накопилось на данном аккаунте. Я вам расскажу, каким образом у меня появился новый герой донатный, ну как появился, ну короче расскажу, полярный лис на бездонатном яйце, да, ребят, да, да? А-а-а-а-о-о-о-о-о, бездонатный аккаунт, не надо мне там писать в комментариях, князь, сколько ты там задонатился, да? Ну давай рассказывай, а ты что такое? И раз у нас выпуск про яйцо, мы еще возьмем заодно, как бы прокачаем какого-нибудь героя, я думаю, что сегодня, наверное, оккультиста прокачаем, и сходим, попробуем уже вместе с оккультистом пройти древние испытания. Это все-таки плюс один герой со второй эволюцией. Вот, вот такой у нас на сегодня план, ну сейчас пока вот эту вот херобору прохожу, надеюсь, что все будет хорошо. Я уже начал слышать разговоры по поводу того, что князь, когда ты уже прекратишь рубрику яйцо, я тоже, ребята, об этом задумывался, но пока, я не знаю, ну хочется докачать всех, кто есть. Ну, по сути, да, с седьмого кошмарка уже прошел, и, ну, все равно, хочется, хочется подолбить, а дальше уже не знаю, что будет. Будем заводить новую рубрику, не будем заводить новую рубрику, вы пишите в комментариях, что вы думаете, и до какого момента вообще это яйцо, грубо говоря, прокачивается. Ладно, касаемо халявы, ну, я же там как-нибудь назову видео. Халява! Халява, ребята, невероятнейшая просто, умопомрачительная, сногсшибательная халява на бездонатном аккаунте. Давай пока откроем вот такие вот всевозможные ништяки. Так, ну, потому что надо, потому что, потому что, ребята, надо. Так, 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 ну, подожди, ладно, короче, будем, наверное, все постепенно делать. Это что у нас? Это у нас сундук гильдии. Короче, видео обещает быть 30 минут. Хотя я думаю, что я жестко нарежу прокачку героя. Надо, надо как-то уложиться в 20 минут, хотя я очень много была болю, друзья. Прям невероятнейшее количество времени. Ну, а что, а что, а что вы, а что делать? И знаете что? Давайте я, может быть, проведу чисто информативное, информационное, по крайней мере, для меня голосование. То есть это то голосование, результат которого я не обязан, скажем так, выполнять. Давайте, ребят, давайте проголосуем. Я у себя в телеграм-канале. Открою голосование, вот, по поводу того, прекращать ли рубрику с яйцом или не прекращать. Ссылочку найдете в описании. Почему именно в телеграм-канале? Ну, потому что у меня в телеграм-канале, ребят, там, ну, собираются те люди, которым вообще не безразлично на мою деградацию на ютубе. Они от меня все терпят, все мои, там, глупые голосовухи, которые я там публикую. Ну, короче, там, там, там не последние люди, я скажу вам, моего канала. Вот, там не последние люди моего канала. Я, правда, сейчас не знаю, их 1300. Короче, там голосование устрою. Вот, просто ради интереса, прекращать ли рубрику яйца или нет. Сейчас мы дооткрываем тут все ништяки, я вам расскажу вообще. Ну, ситуация, ситуация странная. Она даже больше похожа на какое-то чудо. Тут, не знаю, как вы уже будете сами оцениваться, но, в принципе, это никакой не секрет. Да, те, кто интересуется миром битвы замков, кто, там, подписан на клуб игроков Castle Clash, то они, в принципе, всю эту тему секут. Они в этом всем разбираются. Вообще, молодцы, малорики, красавчики, сыны маминых подруг. Как там? Опа-опа-опа-опа, открываем. Ресурсики, ресурсики, ребят, надо открывать. Без них никуда. Ну, окей. Смотри, в чем фишка. А, я вам покажу отрывок. Отрывок из видоса. Я его снял, просто не было возможности тогда снимать. Ребзя, мне на почту пришло 150, 150, друзья, осколков Лиса и еще какие-то награды. И это, конечно, несомненно, круто. Откуда это пришло? Это пришло с Фигеймерса. Благодаря кому? Благодаря моему подписчику. Зовут его Жека Шевченко. Ему, братухе, отдельное спасибо. Он заботится о яйце больше, чем я, потому что у меня, по сути, достаточно много очков на Вигеймерсе. А там, знаете, Вигеймерсе, ты зарабатываешь очки. И их можешь обменивать, короче, на какие-то ресурсы, на какие-то паки для битвы замков, по сути, бесплатно. Зачастую там эти все паки представляют из себя кусок дерьма. Но сейчас иногда завозят такие паки в виде паков с полярным лисом. То есть один пак, там 50 осколков и какие-то ништяки. Вот Жека Шевченко мне прислал три таких. И походу на аккаунт за раз можно прислать только три аккаунта. Если б можно, ну, три пака, если б можно было прислать четыре, то у меня, по сути, на аккаунте появился бы полярный лис. То есть, кстати, да, смотрите. Опа. Опа, мы даже улучшить сможем. То есть, смотри. У нас как бы еще самого лиса до конца нету, он не собран. Но скин на него уже присутствует. Давайте я вам сейчас покажу количество осколков, да, чтобы никаких вопросов не было. Полярный лис. 150 осколков. Это круто. Даже несмотря на то, что он еще не собран, это невероятно круто. И я не хотел бы бесплатно рекламировать VGamers, потому что мне за это больше не платят. Я в свое время и так туда много привел пользователей, когда мне платили за это. Но сейчас мне не платят. Но, тем не менее, сидя на VGamers, выполняя каждый день, заходя на 5 минут, выполняя какие-то там задачи, там, что-нибудь где-нибудь написать, что-то лайкнуть, ты получаешь очки, на которые можешь что-то обменять. Вот, к примеру, если у вас не хватает там 50 осколков полярного лиса, ну, или вы планируете как-нибудь по-дешевому осколками его собрать, то советую вам все-таки скачать этот VGamers и следить за теми паками, которые там, грубо говоря, появляются. Тут уже 150 осколков. Я не знаю, будут ли они еще раз давать пак с полярным лисом или нет. Если они будут еще раз давать, хотя бы один там пак какой-то сюда закинуть, все, у меня, по сути, на бездонатном аккаунте полярный лис собран, друзья. Вы можете себе представить, да? Если нет, то тогда будем надеяться на какую-то халяву в виде от разработчиков, что мне возьмет где-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь повезет. Ну, конечно, вряд ли. Да, все-таки 50 осколков это много, но это, грубо говоря, лучше, чем ничего. И у меня вызывает удивление то, что VGamers, ну, не последнего героя раздает. Это круто. Ну, вот, будем надеяться, что они еще какие-то паки с полярным лисом будут раздавать, и получится его все-таки собрать. То есть, ну, 150 осколков, это уже внушает какие-то надежды. Будет, конечно, обидно, если они больше никогда его раздавать там не будут. И здесь разработчики не будут раздавать, и все это сделано только ради того, чтобы забайтить, к примеру, вас, меня в том, чтобы докупить эти какие-то там несчастные 50 осколков полярного лиса. Хотя, опять же, где их докупить? Ну, к примеру, сейчас в акции нет. Вот такая вот ситуевина. А сейчас, что будем прокачивать? Ну, у нас появился скин на оккультиста. Я думаю, что тогда пришло время прокачать оккультиста. Смотри-ка. Прокачать оккультиста. Слушай, а что-что-что-что-что? А что у меня на основном аккаунте с оккультистом? A few moments later. Ну, короче, ребзи зашел на основной аккаунт, глянул. Да, там, как я и планировал, короче, он с огненкой. И потому, я думаю, что и здесь мы прокачаем его с огненкой. Так, фу ты, оккультист. Оккультист, может, что там спутал с полярным лисом? О, смотри, мы даже можем открыть ему, видишь, второй талант. Давай сразу пытаемся ему что-нибудь наролить. Ну, ничего-нибудь, а именно огненную защиту. О, грубая сила упала. Давай пока на первое время выставим. Замедление. Давай дальше. Бог Войны. Оживление. Ну, огненка должна быстро упасть. Не знаю, оно в последнее время очень быстро падает. Милость Борца. Целитель Душ. Огонь Жизни. Ракушка Лезвия. О, топовые таланты пошли. Бог Войны. Священный Бастион. Просвещение. Ожог. Ожог. Милость Святого. Гнев. Вот сейчас он что, назло? Вот мне надо поспешить, быстро записать это видео. Быстро его там отрендерить, смонтировать. Повырезать все. И быстрее выложить его вам, да? Чтобы вы хотя бы в восемь вечера могли на него, грубо говоря, посмотреть, да? Но. Но. Что-то, видать, не судьба. Не дается огненько. Я уже думал замолчать, сидеть тихо, молча, ролить ему, грубо говоря, талант. Потом этот момент вырезать и как бы вот вам показать, рассказать. Но нет, я его выбил. Я его выбил и прям даже вырезать ничего не пришлось. Давай ему десятку качаем. И сейчас долго и упорно я ему, короче, фигачу, делаю вторую эволюцию, друзья. Так. Ой, ой, ребята. Почти-почти получилось. Хотел тут включиться. Вот, мол, я его докачал. Ребята, смотрите. Смотрите, какой я крутой. Но нет. Но нет. И у меня, судя по всему, проблемы с синими... А, нет. Вроде не проблемы, нормально. Живём, живём. Ещё 15 миллионов есть синих кристаллов. Нормально всё. Нормально. А тут сколько получится? Ага. Ага. Не, ну, ладно. Пока не будем тратить. Короче, смотрите. Берём. Берём, да. И вот так вот, бац. Просветить. Да. Да, деточка. Да. Слушай, эмблемы. Давай ему сразу что-нибудь поставим, чтобы жил. Или выживание священного огня у нас нету, да? Священного огня у нас нету. У нас есть выживание крутое, да? Ну, десятое причём выживание. Подожди, десятое. Десятое выживание. Можно кому-то другому. Сюда, кстати, какую-нибудь, не знаю, изворотливость. Увеличивает уклонение, да. Какая изворотливость, слон стоит. Подожди. У кого-то было выживание. Я на ком-то пользовался выживанием. Ануб, ануб, ануб. Может, анубу? Выживание десятое поставить. Хотя, стой. Ну, ануб, ануб мне сейчас нужен. А, ну, поставлю выживание, короче. Так, выживание, окей. Дальше. А, ну, тут и так стоит десятое выживание. Тут восьмой священный огонь. Ну, в принципе. В принципе, ок. Давай-то сюда ставим десятое выживание. У нас особо... Ну, восьмое выживание тогда. Восьмое тогда выживание. Хотя, может быть, ему лучше было бы и десятое. Ладно. Ладно, друзья, не суть. Окей, снаряжение. Смотри, всё, вторая эволюция. Прям вообще красавчик. Давай ему на суперпитомца, который нифига не прокачан. Теперь долбим ему прорыв. С прорывом, конечно, я тут начал с ума сходить. Всем по пятнадцатый уровень прокачивать. Но я понял после всех этих прокачек, что хватит у меня ресурсов ненадолго. Вот не знаю. Сейчас, короче, я возьму, прокачаю прорыв или до десятого уровня. Или до пятнадцатого. Ну, мне тут как минимум ещё... Мне много героев прокачать надо? Ну, фобос ещё. Ну, блин, не дуэлянт, а как его. А, ну, дуэлянт, да. Фобос, дуэлянт, седна. Фобос, дуэлянт, седна. Бугимэн. Бугимэн не то. Может и хватит. Не знаю. Давайте сейчас-то возьмём ему, прокачаем прорывчик. И потом уже пойдём делать всё остальное, друзья. Погнали. Так, ребятушки, всё-таки я решил качать на пятнадцатый прорыв, но у меня закончились красные... Красные камни. И нужно тут их... Слушай, я тут даже у меня, понимаешь, больше шансов, что у меня именно красные камни закончатся. Вот, быстрее, чем камни пламени. Ладно. Ладно, ребят, ничего, нормально. Смотрите, уже одиннадцатый прорыв. Улучшить. Дальше. Воспламенение. Авто. Давай. И, ну, как бы... Не так уж и много камней пламени тратится. В принципе... В принципе, может быть, и норм будет. Может быть, как бы и потянем. Вот. Вывезем. Да. Ну, единственное, что допы, конечно, там... Все будут и без какого-либо прорыва. Даже не просто допы, а какие-то, знаете, второстепенные герои, на которых было бы интересно держать тот же самый, хотя бы пятый прорыв. Но. Но, то, что на бездонатном аккаунте можно основе прокачать пятнадцатый прорыв, это уже невероятно круто. При том, что тут не фармится никакое море и так далее. То есть, ну, полторы тысячи камней пламени где-то потратили. Смотри. Мы уже большие взрослые дяди. У нас, грубо говоря, пятнадцатый прорыв. Вот так вот у нас тут с эмблемами. Давай ему делать снаряжение. Получить, то есть, аугментацию. Улучшить. Давай улучшаем. Так. Сейчас у нас тут все закончится. Да. Плюс о нем. Окей. Назад. Использовать. Улучшить. Па-бам. Все. Можем делать аугментацию. Так. Эти камушки есть. Аугментируем, друзья. Замечательно. Созвездие. Так. Общий бонус. Так. Очищающий удар. Поменять. Ну, давай пока так ставим. Дальше. Ну, хотелось бы, да, какой-нибудь выбить какой-нибудь, какой-нибудь, не знаю, пенек, священный суд. Так. Что-то вот на это похоже. Ну, вот. Потому что сейчас будем стараться. Так. Хранитель леса пока. Еще хранитель леса. Победный выпад. О-бо... О-бо-жечки мои. О-бо-жечки мои. Так. Хранитель леса. Священный суд пока так и оставим. Дальше. Созвездие. Тут... Тут... Тут у меня карточки есть. Да, у меня... У меня, ребята, 13 карт. Ха! 13 карт. Ладно. А тут у меня 2000 самоцветов. Ну, давай как-нибудь попытаемся уклоны собрать. Ну, тут даже вряд ли у нас получится четвертые собрать уклоны. Надо бы хоть какие-то. Да, он тут даже близко не стреляет. Третье уклонение. Просто жесть. По сути... По сути, да, мы, грубо говоря, ничего не собрали. А половина самоцветов уже нету. Просто... О! Пятый уклон. Точность, точность, жизнь. Крит удар. Ну, давай вот так вот сделаем. Четвертый уклон. Тоже оставляем. Давай за 200 ударим. Еще пятый уклон. О, боже, у нас два пятых уклона. И все. И дальше, как вы понимаете, все. Ну, у нас есть еще такие карточки. Точность, жизнь. Нет. Давай получше, чем я. Точность пятая. Ну, наверное, нету смысла надеяться на уклон, да? Крит сопротивление и точность. Ну, давай. Ну, давай так оставим, да. Ну, не факт, что мы там пятый уклон, понимаете, выбьем. Давай так оставим. Может быть, потом карточек этих когда-нибудь станет больше. Смотрите, у нас уже есть аугментация. У нас все есть. Прорыв есть. Судьбы нету. Давай судьбы долбим. Долбим судьбу. Так, сколько у меня вообще, ребята, осталось кулаков? Слушай, 628 тысяч. Нормально. Живем. Живем, ребята. Живем. Так. Покупаем каждый раз. Вот. Не переплачиваем. Да, судьбы у нас не так уж и много. А, тут у нас что уже? Золото закончилось. Ну, это... Пока что это не проблема. Да, и в принципе, так не проблема. Всегда можно, если что, в рейд зайти, да? Судьба. Давай. Тут это мы покупаем. Это мы используем. Все. Плюс одно умение, да? Замечательно. Так, покупаем. 6 тысяч кулаков минус. А вот у нас и судьба закончилась. 28 уровень. В среднем, что у меня тут получается, герои? Какой судьбы? 24, 23, 25, 27, 24, 28, 30. О, ну, тут даже тут могу что-то сделать, да? Смотри-ка. На вороже это, а? Как все круто. Подожди, может, еще у кого-то? Судьба. Здесь мимо. Здесь мимо. Так, командоре могу. А, слушай, у командора вообще все. Все замечательно. Все мимо. Дальше мимо. 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 Потому что мало прокачанных героев. Все. Мы, ребята, докачали. Вроде бы все, что можно было, мы ему долбанули. Так, в питомники заходить не буду. Париться смотреть не буду. Ну что, пойдем, пойдем в древние испытания. Испытывайте. Древние испытания. Испытывайте, епта. Древние испытания. Давай 28. А, подожди, мне же команду надо собрать. Создать команду. Я отсюда, не знаю, убираем кого-нибудь. Так, подожди, оккультист тоже был вроде красный. А, не. Оккультист у нас не красный. Подожди, мы зеленым на зеленый нападаем. Нет, давай создать команду. Надо зеленого кого-то убрать. А вариков-то не так много. Тут зеленые, зеленые. Они, грубо говоря, все прокаченные. Ну давай пока так, короче. Попробуем. Да. Давай как-нибудь так попробуем. Что-то у меня не приближается, не отдаляется. Битва замков. Ну что ты будешь делать, а? Тут, конечно, хорошо было бы пересмотреть мои прохождения древних испытаний. Где-то там уже применялись какие-то тактики. Да, там где-то Атлентскор, еще что-то. Вот, чтобы поубивать герои. Ну ладно, подожди. У нас тут уже... У меня тут почти все герои со второй эволюции. да кроме кроме получается ареса знаю давай феню куда-то сюда этим и танканем ну и ой 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 да тут 4 как бы не сильно то мне этот оккультист помог ну что я хотел сказать о разогнались а по факту а по факту это я ускорение включил но подожди подожди фрей тоже ничего не держать не будет они даже фрей ушатывают понимаешь они даже фрей ушатку кто мне вообще танковать то может а кто у меня может танковать уже ну давай ронин допустим еще наверно вообще по-хорошему тут всем ремку поставить ну да вот видишь надо отражение чтобы хотя бы стрелков всех убрать он тыкву шатали до без тыквы никуда мне сейчас какого-то три антика или седну седну надо прокачивать на вот тут стрелки всех по чуть-чуть выносят или асуру какую-то прокачивать атлантикором я там запарюсь короче атлантикором атлантикором друзья я запарюсь атлантикором я запарюсь запарюсь тут чё-то ковыряться тем у меня тут знаешь у меня тут все герои с отражением грубо говоря и ну чё толку нету нужно стиль а ну вот цари тут стрелок почти на все стрелки живым вообще на все пофигу то есть да тут без тыквы без тыквы никуда что-то урона не хватает выражай что захилит конечно то есть но это надо тыкву это надо тыкву а тыкву у меня таки надо уклон подожди ну допустим допустим тыква неудобно стоит а ладно давай еще вот так а ну так сразу убивают да она и попробуем так высадить допустим так вот 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 так и типа давай там не знаю тыкву разгони как-нибудь их нет тыкву беля на может быть и все-таки получше будет именно оживление тебя получше и уклонно ролить вот чей получше будет уже сейчас она даже вот ну с раном таком вот древнем испытании она не вывозит тебя на 2 эволюция там 15 прорыв вроде бы а надо просто тупо чтобы все разогнались вообще надо чтобы эти сука грёбаные стрелки убивались вот чё надо лан подожди давай соберем во первых во первых давай тыкве хотя подожди давай меня хотел короткое видео значит чтоб у нас зеленая не получалось нас зеленая не получалось давай ронина уберем херли от него толку и поставим какого-нибудь красненького кого красненького красненького то не а ну ведьма вот все у нас у нас команда красненьких за красненькая вроде бьет зеленого да если не ошибаюсь или нет да 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 все правильно может это поможет я думаю что конечно вряд ли ну попробовать стоит давай и тыкву теперь как-нибудь раз а тыкву сразу убили фильм фильтр фигур для толку то тыкву сразу убили он там остальных тоже сразу убивает давай ладно толпой давай толпой и тыкву сразу убили тыкву сразу убили ладно так что он что не так тыквочка 15 прорыв а все у нас у нас проблемы со снаряжением ладно ладно давай ok ставим оживу обратно я я вас понял я вас понял давай ставим пятую оживу и ну так смотрите древние испытания там 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 а парана пап парово ну как бы до без эволюции герой ой 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 как жестко поубивали непонятная херня дожди ладно стрелки стрелки надо избавиться от стрелков как от них сейчас избавиться фиг его знает кто бы сказал бы надо надо ассуру наверно качать что-то ставится ну да сразу сразу минус надо избавляться от стрелков тут сразу только убили все герои с отражением а хилятся успевает суки ладно короче на этом все ребята кто досмотрел до конца огромнейшего вам спасибо не забываем что сейчас в телеграм канале будет голосование вот так что мне можете поучаствовать информативная и жду вас сегодня на стриме всем удачи пока